Любимая, когда твое дыхание я не слышу, когда твое дыхание я не слышу, мне кажется, что сам я не дышу. Учитель истории и общества знания Видновской гимназии Константин Бочаров очень любит петь. На конкурсе выступал с песней «Любимая». Изначально этот номер был подготовлен в качестве музыкальной поздравительной открытки для женщин на 8 марта. Вообще хочу сказать о самой песне. Песня не самая, может быть, известная, но это песня от хорошего, талантливого исполнителя Андрея Преклонского, который ее исполняет сейчас. Ну, хотел вот как-то вот отчасти привет и девушкам, и исполнителю, автору песни. Идею участия в конкурсе поддержали его ученики. Когда Константин Владимирович пришел в школу, у нас с ним сразу такие теплые отношения сложились, как с педагогом, педагог-учитель. Вот, и я вообще тоже очень люблю петь, как и Константин Владимирович. Вот, и всегда хотел спеть тоже с ним и с другом, со своим Вовой, таким трио. Вот, ну и наконец-то предоставилась такая возможность. Петиции, они тоже проходили в такой дружеской, теплой атмосфере. Много смеха, много интересных шуток. Все это было запоминающимся таким эпизодом в моей жизни. Фестиваль для педагогов «Алло, мы ищем таланты» проходит в Ленинском районе впервые. Учителя школ района, педагоги дополнительного образования, воспитатели детских садов – всего 62 заявки. Для организаторов такое количество желающих принять участие стало приятным сюрпризом. Ограничение было только одно – по возрасту. Конкурсант должен быть старше 18 лет. Наверное, основная цель мероприятия, чтобы самые творческие, способные смогли потом показать то, что они умеют на районных мероприятиях. Мы надеемся, что лучшие номера потом будут представлены в Дворце спорта на лучших районных мероприятиях. Наши дети очень талантливые, но они не могут талантливо быть без педагогов. Поэтому есть замечательный шанс для того, чтобы показать. И самое главное, мне нравится то, что сегодня на конкурсе, я думаю, мы увидим очень много молодых педагогов, которые себя смогут проявить. Номер учителей школы-совхоза имени Ленина вызвал бурю эмоций и оваций не только у зрителей, но и у других участников и даже у жюри. Песня, которую мы пели на конкурсе, она родилась в прошлом году на выпускном вечере для выпускников. Чтобы показать им, как мы жили, какая у нас была молодость, какое было время. Постарались отобразить это время в этой песне. Приятная новость. Количество победителей не ограничено. После того, как жюри вынесет свой вердикт, лучшие номера будут представлены на галоконцерте, который состоится в мае в детской школе искусств. Но это еще не все. Педагогов-артистов ждут выступления на различных районных концертах и фестивалях.